очень краткое содержание новеллы матео фальконе просперы мэри мэ если в двух словах то событие новеллы происходит в начале 19 века на острове корсака богатый корсиканский скотовод получает смертельное оскорбление после чего смывает его кровью собственного сына а теперь немного подробнее на корсаке есть местность под названием маки которая представляет собой густую непроходимую чащу деревьев выросших на месте сожженного леса в таких зарослях нередко скрывались от правосудия преступники и найти их было практически невозможно неподалеку от маки располагался дом матео фальконе богатого и честного скотовода но прежде всего он был известен как непревзойденный стрелок способный даже в темноте попасть в лист бумаги матео был счастлива женат но когда после троих дочерей жена произвела на свет долгожданного наследника он считал себя самым везучим человеком на свете однажды матео женой джузеппой отправились в маке проверить пасущиеся стада а десятилетнего сына фортуна то оставили дома мальчик бездельничал во дворе когда неожиданно послышались ружейные выстрелы а возле его дома показался раненый разбойник скрывающийся от солдат джанета сан пьера попросил мальчика спрятать его и в знак благодарности дал ему серебряную монету фортунато спрятал беглеца в копне сена вскоре появились солдаты которых возглавлял сержант гамбо родной дяди фортунато на все вопросы о разбойнике мальчик отвечал что никого не видел однако кровавые следы говорили об обратном гамбо принялся угрожать мальчику а затем решил подкупить его он показал фортунато чудесные серебряные часы и пообещал подарить их если мальчик раскроет местонахождение преступника не выдержав искушения фортунато указал на сток сена получив заветные часы мальчик отбежал подальше от копны солдаты схватили и связали джанетта который лишь презрительно посмотрел на фортунато мальчик бросил ему под ноги монету но тот не обратил на нее никакого внимания преступник был ранен и было решено отнести его на носилках в этот момент показался матео с женой гамбо рассказал им о случившемся а также о том как фортунато помог им поймать бандита когда беглеца уносили на носилках он плюнул на порог дома и крикнул что этот дом подлого предателя матео смертельно побледнел он сразу все понял для фальконе эти слова прозвучали страшным оскорблением никогда в его доме не было предателей он молча отвел сына в маке заставил его прочесть молитву а после собственно ручно застрелил его если вам понравилось это видео то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал